Всем привет на канале Препресс. Сегодня я покажу как сделать сборку этикеток в InDesign. Исходные данные. У нас 28 этикеток, которые разложены на артборде. Они практически все одинаковые, кроме их наполнения. Поэтому, для того, чтобы было исходные данные понятно, мы заходим в Artboards, Document Setup, Editor Boards. Вот у нас все разложены. Я знаю, что некоторые из них будут печататься два раза, три раза. Поэтому я их выписал на отдельный листик, и потом при сборках я просто укажу те, которые мне надо. На что надо обратить внимание? Первое. Чтобы у каждой этикетки была ограничивающая полупрозрачная, с полупрозрачной, вернее, с прозрачной линией рамка. Это у нас на всех есть, как мы видим. Затем, текст кривых желательно... ой, текст у нас в фонтами, желательно их сделать в кривых. Поэтому, Ctrl-A, Ctrl-Shift-O. Мы текст перевели в кривые. Следующим этапом мы сохраняем все наши этикетки, как епсы. Inbox Poland. Выбираем епс. Use Artboards. Range от 1 до 28. Сохраняем. Я обычно сохраняю CS5 версии для того, чтобы любой компьютер, ну, на всякий случай, можно было заменить. Епсы наши сохранились. Следующим этапом мы переходим в InDesign. Я знаю, я связался с типографией и знаю, что будет печататься на листе 700 на 500. Также я узнал в типографии печатное поле, на котором будут размещаться мои этикетки. Это будет 680 на 475. Открываем новый документ. Задаем собственный размер. 680 на 475. Очень важно обратить внимание на блиды. В принципе, не важно, но я обычно ставлю. В данном случае, как вы успели заметить, этикетки у нас горизонтальные, поэтому я рекомендую все-таки выбрать портретную. Печатное поле, куда мы будем размещать этикетки. Затем берем квадрат. Обратите внимание, что он должен быть без линий. Нажимаем размеры у нас этикетки. Можно и посмотреть и здесь. 158 на 56,5. Так, чтобы мы не прыгали туда-сюда, выбираем Align to Page и центрируем по нашему полю. Затем, есть замечательная штука в layout, step and repeat или Ctrl-Alt-O, не в layout, а в edit, sorry, step and repeat, то есть мы, сколько вправо, 3, можно поставить preview, вертикально, это у нас вертикально размещаем, а у нас горизонтально, размер у нас 158. 3 на 12, 36 на листе у нас получаются. Нажимаем ОК, лишнюю я удалю. То же самое, Ctrl-Alt-U и размещаем наши 56,5. Их 12, сколько я помню, значит здесь количество 11. Заполнили. Так, это у нас размер, если допустим, обратите внимание, оно вылезло за поле. Это немножко неправильно сделано было размер. Ну, ничего страшного. Я обычно выделяю Ctrl-A все мои элементы. Видим 474 на 678. 2 миллиметра меньше. Ну, ничего страшного нет. Я изменю 474 на 678. ОК. Теперь у нас четко по нашему листу. Ctrl-J и подвину. Порядок. У нас разгруппируем. Следующим этапом мы помещаем наши этикетки. Ctrl-D. Выбираем Yaps. Ctrl-A. Ну, удаляя те, которые я буду ставить несколько раз. То есть я знаю, что у меня первая несколько раз, восьмая, девятая, тринадцатая, третья и четырнадцатая. Открываем. Нажимаю Alt и помещаем. Готово. Теперь те, что у нас несколько раз, я их просто помещаю. То есть первая у меня два раза идёт. С Alt. Для того, чтобы точно скопировать, я выделяю, обратите внимание, вот, выделяю токон. Макет. Ctrl-C. Paste into Ctrl-Alt-V. Центрировал по середине. Итак, мы их сделали. Итак, мы их сделали два раза. Первая. Три раза восьмая. 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 Тоже самое, Ctrl-C. Тоже самое. сюда приставим то контур как твое есть три раза девятую два раза раз копирую поистынду и посерединке есть два раза 13 тоже два раза поистынду третья три раза ctrl c поистынду серединке посередине и последняя четырнадцатая у меня два раза поступить даже так чтобы не мучиться все контур шефт игре посмотрим наши этикетки ну пока обработала поэтому был белый экран чтобы это нам напечатать вывести на вывести для печати нажимаем кнопку утроле пишем наклейки наклейки сборка прошу прощения экспорт выбираем adobe pdf print сохранить выбираем здесь это у нас настройки акробат дистиллера для печати у меня свои какие-то настройки в каком-то виде я тоже показывал акробат pdf 4 лучше даже так не важно compression бикубик compression ноль нон у меня нет картинок поэтому эти все особо особо не имеют значения если у вас есть картинки это имеет огромное значение марсинг марсинг blitz use crop marks только по по бокам чтобы оно было и настройки обновления обновления и под и двансы High Resolution Нажимаем Export Как вы видим Мы сделали Сборку По которым Уже все эти Кропы сделаны Кропмарк Можно давать печать Дальше типография Положит на лист как ему удобно И выведет В принципе можно уточнить Может даже отдать Мпдф без этих кропмарк Все Всем спасибо До новых встреч Пока подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok